Всем привет! Здравствуйте! С вами Школка Вообществознания Мария Васильевна. Мы готовимся к ЕГЭ и в этом коротком видео вспоминаем, изучаем тему «Мировая экономика и международная торговля». Поехали! Мировая экономика по определению – это многоуровневая глобальная система хозяйствования, объединяющая национальные экономики различных стран мира на основе международного разделения труда посредством системы международных экономических отношений. Проще говоря, экономика одной конкретной страны – это национальная экономика. И экономики отдельных стран, национальные экономики, вступают во взаимодействие друг с другом, торгуют, вместе что-то производят, создают какие-то совместные производства и так далее. И из их взаимодействия складывается мировая экономика. По определению, мировая экономика складывается на основе международного разделения труда. А международное разделение труда, в свою очередь, – это специализация конкретных стран на производстве определенных видов товаров и услуг. которыми затем эти страны обмениваются. Соответственно, в стране выгодно производить что-то, что у нее получается лучше, дешевле, с меньшими издержками, и затем это продавать. Соответственно, должны быть какие-то предпосылки для того, чтобы страна специализировалась на конкретных товарах и услугах. Это будут предпосылки международной специализации. Что у нас здесь? Например, природные, климатические, географические условия. То есть, например, в силу природного фактора в конкретной стране есть определенные полезные ископаемые. Скажем, нефть, газ, еще что-нибудь. И поэтому эта страна будет эти полезные ископаемые добывать и продавать другим странам. Скажем, в России есть залежи нефти, газа. Соответственно, Россия имеет возможность специализироваться благодаря вот этим природным условиям на добыче и затем продаже на международный рынок, скажем, нефти и газа. Или, например, страна расположена в таком теплом климате, имеет выход к какому-нибудь теплому морю. Вот отличная возможность для специализации на курортах. Соответственно, здесь тоже предпосылкой для международной специализации будут выступать природные условия страны. Также предпосылкой является уровень научно-технического развития. Обычно развитые страны специализируются на производстве сложной наукоемкой продукции, а страны, развивающиеся, на производстве и продаже сырья. Также предпосылкой для международной специализации являются сложившиеся традиции в производстве тех или иных товаров или услуг. Такой пример 18+, приведем. Скажем, кубинские сигары, шотландские виски, что-то известное во всем мире, бренд, так сказать. И, соответственно, на этом можно специализироваться в силу сложившейся традиции. Важно понимать, что международные экономические отношения это не только международная торговля. Конечно, она тоже, безусловно. Но также это международные инвестиции, это миграция трудовых ресурсов, рабочей силы, это международный обмен в области науки, техники. Это у нас будут формы международных экономических отношений. То есть, если, например, в тесте вы видите фразу, что существует только одна форма международных экономических отношений и это международная торговля, это неправда. С другой стороны, если вдруг вас попросят написать, какие могут быть формы международных экономических отношений, то, еще раз скажем, это не только международная торговля, но и международные зарубежные инвестиции, трудовая миграция, обмен в области науки и техники. Значит, если страна продает свои товары за границу, вывозит за рубеж и продает за рубежом, то это будет экспорт. И наоборот, если страна ввозит какие-то товары, это импорт. Соответственно, экспорт и импорт – это направление международной торговли. Ну и разница между экспортом и импортом называется сальдо торгового баланса. Любое государство заинтересовано в своем благосостоянии, в своем развитии, и поэтому может выбрать определенный вид внешней торговой политики. Если государство проводит политику, направленную на защиту отечественных производителей от иностранных конкурентов, то это будет называться протекционизм, от латинского «protectio» – покровительство, защита. То есть, еще раз, если, например, страна вводит высокие таможенные пошлины для иностранных компаний, чтобы им было не очень выгодно ввозить какие-то товары в вашу страну и тут продавать, какие-то требуют лицензии, всячески усложняет работу иностранных компаний на внутреннем рынке страны, или наоборот помогает своим отечественным производителям субсидиями, дотациями, налоговыми льготами. То есть, ставит их как бы в лучшее положение, вот эти вот отечественные национальные фирмы перед иностранными, то значит, страна защищает своих отечественных производителей от иностранных конкурентов, и это протекционизм. Наоборот, если государство создает равные условия и для отечественных, и для иностранных фирм на внутреннем рынке этой страны, это называется свободная торговля, политика свободной торговли, или еще иначе фритрейдерство. Ну, а если государство сочетает элементы протекционизма в какой-то сфере, а в какой-то сфере экономики, в какой-то отрасли организует свободную торговлю, то это будет умеренная торговая политика. Итого у нас есть три вида внешнеторговой политики государства. Протекционизм, свободная торговля, она же фритрейдерство, и умеренная торговая политика. Какими методами государство реализует вот это регулирование внешней торговли, международной торговли? Во-первых, все методы можно поделить на тарифные и нетарифные. Вы сами видите, что у тарифных меньше. То есть это именно таможенные тарифы разные. Таможенные тарифы на импорт, то есть на ввоз товаров, таможенные пошлины, таможенные тарифы на экспорт, на вывоз товаров, ну и таможенные союзы. Некоторые государства создают между собой таможенные союзы и тем самым облегчают торговлю между собой. Это будут называться тарифные методы, таможенные тарифы, запомните. Все остальные методы будут нетарифные. Что у нас тут? Например, квоты. Государство может установить количественное какое-то ограничение на ввоз или вывоз определенных товаров. Вот прям сказать, больше, не знаю, стольки-то тонн апельсинов или мандаринов к нам ввозить нельзя. Или вывозить больше какого-то количества, скажем, сахара из страны для продажи на мировом рынке нельзя. Вот это количественное ограничение на ввоз или вывоз, это называется квоты. И, соответственно, установление квот – это нетарифный метод регулирования внешней торговли. Можно применять демпинг. Демпинг – это продажа по цене ниже рыночной. Эмбарго – это полный запрет на торговлю с какой-то стороной. Обычный эмбарго вводится прежде всего по политическим причинам. Эмбарго – это полный запрет на торговлю с какой-то стороной. Лицензирование – это специальное разрешение на экспорт или импорт определенных товаров. То есть, чтобы что-то ввозить в страну и продавать внутри страны или вывозить из страны, нужно получить лицензию. И это тоже способ регулировать внешнюю торговлю. Государственные субсидии и дотации – это государственные денежные выплаты, государственная денежная помощь производителям. Например, если государство выделяет субсидии и дотации отечественным фирмам, то это будет относиться к протекционизму, потому что тем самым государство будет защищать свои отечественные фирмы от иностранных конкурентов, ставить их в лучшие условия. Ну и вообще может государство ввести монополию на торговлю чем-нибудь, чем-нибудь стратегически важным, скажем так. То есть, только государство может чем-то торговать. Если, например, мы пишем план во второй части ЕГЭ, то не нужно делить методы на тарифные и не тарифные в плане. Просто пишите методы и называйте какие-нибудь три. Но в тестах может быть фраза, что методы бывают тарифные и не тарифные. Вот еще раз видим, что не тарифных методов больше. Обязательно сделайте тесты, которые идут к этому уроку. Потренируйтесь. И до встречи!